МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы начнём этот сюжет с очередной довольно знаковой деноцификации, о которой не расскажут ни Канашенков, ни Соловьёв, ни какие-то другие рублёвые болванчики. Потерь в вооружённых силах России нет. В общем, был в солнечном Дагестане такой себе спецназ Росгвардии. Ястребы Каспия назывался. Служили там максимально серьёзные бородачи. Но ночью в их располагу с дружественным визитом наведался, возможно, даже и Хаймарс. Ну а дальше родственники принялись склепать вот такие слезливые ролики. Уходите. Ой, что-то вы часто уходите. Назад не вернётесь, тревожен лишь память мою. Короче, друзья, был дагестанский спецназ и не то чтобы всплыл, но никаких задач выполнять больше не сможет. Выжившие в большинстве своём остались коллегами. Дагестанцы, по сути, повторили судьбу смоленского спецподразделения «Меркурий», от которого после, возможно, всё тех же Хаймарсов, а их, напомним, пропагандисты называли туфтой. Вот эти вот РСЗО «Хаймарс» пресловутые. Да нам вообще плевать, что они поставили. И это на 90% психологическое оружие. Осталось лишь название и рядок из фотографий. Эх, а покажи какой-нибудь Соловьёв или Скобеева незавидную судьбу элиты российской армии, отношение к спецоперации среди простых россиян мигом бы изменилось. Ведь в том же Дагестане раззомбирование уже началось. Но только в тех семьях, где вместо сына или мужа Минобороны России вернуло тело в пакете. Мы бы насильно его оттуда забрали, если бы мы знали, что так всё будет. Честно, пока по телевизору не стали это всё показывать. Их обманным путём, я считаю, туда забрали. Почему нас в известность не поставили? Мы бы сделали всё, чтобы отговорить родного человека от войны. Ноют теперь родственники на камеру. Мол, и подумать не могли, что в Украине всё будет так серьёзно. Почему ему тогда это всё не сказали, всю информацию, чтобы он нам всё так сказал? Мы же бы обеспокоились, я бы сама лично за ним поехала бы, его забрала бы, не оставила бы. Если бы я знала, что это настолько серьёзно. И как здесь не вспомнить пропагандистов, которые годами ездили по ушам россиянам, мол, в случае чего их армия победит Украину за 2-3 дня. Полтора-три дня надо для того, чтобы просто полное поражение было нанесло украинской армии. В течение суток вся военная инфраструктура Украины будет обнулена. Вот откуда ноги растут у тысяч похоронок в той же Тыве и Дагестане. Местные, насмотревшись федеральных каналов, реально верили, что ехать воевать в Украину – это лёгкие деньги. В горячей войне мы Украину победим за 2 дня. Чего её побеждать-то, Господи, ну Украина. А ещё медали, звания и хорошая пенсия в будущем. Что для жителей маленьких округов и республик – мега важный момент. Ведь в нищем Дагестане один из самых высоких в России уровней безработицы. В Дагестане вновь зафиксирован один из самых высоких уровней безработицы. По данным Росстата, республика заняла 4-е место. Большинство семей живёт за счёт пенсии и детских пособий. В селе что сейчас происходит? Кто-то, с которым занимается, кто-то земледелем занимается. Основно безработицы. Да? Да. А на что живут люди? Ну, на пособия, на детские, на пенсии. Основной так. То есть многие бородачи сейчас стоят перед выбором либо клянчить пару тысяч с пенсии бабушки, либо идти служить в армию. И от этой безнадёги, отсутствия выбора и перспектив случаются совершенно безумные на первый взгляд истории. Просто вдумайтесь, нищие жители Дагестана были вынуждены брать кредиты. Но не на машину или технику, а на взятку военкома. У всех поголовный кредит, они повязливые там. А правда, что чтобы стать контрактником, нужно было взятку заплатить? Я слышал такие разговоры, да. И эта сумма варьировалась примерно от 250 до 300 тысяч рублей. Чтобы в итоге получать 70. Ну, это же выгодное вложение. То есть они платят не за то, чтобы отмазаться от армии, а наоборот. Чтоб сыночка забрали служить и в семье появились хоть какие-то деньги. Вот единственное, самое стабильное и как-то более-менее оплачиваемое работа – это контракт. То есть этот путь более лёгкий. И знаете, долгое время схема работала. Мужики из Дагестана буквально заполонили всю российскую армию. Там они на камеру кошмарили русских чмонь. Извиняюсь искренне за всё, что сказано перед мусульманами Дагестана. Садись на бутылку, сука, если падай, б***ь. Б***ь, ты плачешь, б***ь. Встань! Встань, встань, встань. Встань. У многих отбирали зарплату. И многим казалось, что так всё будет продолжаться вечно. Но попав в Украину, ниндзя-чебурашки из Дагестана сами превратились в чмонь. Звание, фамилия, имя, отчество. Ифритер Магомед Гаджио. Мама, папа есть? Есть. Где живут? В Дагестане. Шестеро жителей Каспийска посмертно представлены к орденам мужества. В ходе специальной военной операции на Украине погиб ещё один дагестанец. Ещё один герой из Рутульского района награждён орденом мужества посмертно. Вместе с Тывой и Бурятией Дагестан в лидерах по количеству гробов из Украины. В ходе спецоперации на Украине погиб подполковник Дибир Дибиров. Такими темпами Махачкала и окрестности могут превратиться в новое Иваново. Больше всего убитых в ходе войны в Украине среди всех регионов России из Дагестана. Но ни Путина, ни тем более его бояр в регионе это, конечно же, не волнует. Зря они, что ли, годами уничтожали экономику Дагестана, не оставляя местным мужикам выбора. Работы у нас, в принципе, здесь нет. Ну, сами посмотрите, вот заводы в Дагестане, которые были, крупные заводы, они все закрыты сейчас, ни один завод не работает. В горах колхоз, вот это всё тоже уже стоят всё. Но дешёвое пушечное мясо – это далеко не единственная причина, почему Путин и Патрушев стараются максимально наполнить армию представителями Кавказа. Дело в том, что ещё с 90-х они видят в людях, исповедующих ислам, угрозу для России. И когда на территории Ирака и Сирии в 2014 году было провозглашено Исламское государство, десятки тысяч жителей Чечни, Дагестана и Ингушетии выехали из России, чтобы вступить в ИГИЛ. Террористическая группировка Исламское государство активно вербует своих сторонников на Кавказе. Вербовщики ИГИЛ не обошли своим вниманием Республику Дагестан, 90% населения которой традиционно исповедует ислам. После этого в Кремле считают, что россияне, живущие на Кавказе, – это зона риска, потенциальная угроза для страны в будущем. А потому, чем больше мусульман не вернётся из Украины, тем лучше. Вот почему, несмотря на ежедневные партии ЦИНКа… В Дагестане не просто не пробуют задавать неудобные вопросы власти, но и, напротив, проводят агрессивную кампанию по вербовке очередной партии пушечного мяса. Ещё земля на могилах деноцифицированных вояк не просела, а тут уже свеженькие песни и пляски в поддержку спецоперации. Мы – аварцы! Мы – даргинцы! Мы – кубайки! Мы – лезвины! Вечер, мы – Россия! Пафоса нагоняют и местные бояре. Их умозаключение – это просто кладезь для мемов. Сложил свою голову, которые потом вернулись на нашу родину, но погибли, умерли по состоянию здоровья. Девять человек сегодня погибли на этих сражениях. Из них четверо награждены посмертно органами блужбы. Причём эти смешные дотрынделись до того, что не постеснялись назвать позорную спецоперацию событием куда более важным, чем Вторая мировая война. Вот это 1941-1945 год. Я считаю, ерунда по сравнению с тем, что сегодня происходит. Наши дети, наши просьбы, которые не добили, а сегодня они голову подняли. Впрочем, в какой-то мере этих дешёвых рублёвых крикунов можно понять. Ведь, во-первых, чем больше мяса они наберут на утилизацию, тем лучше сложатся их карьеры. А во-вторых, когда полрегиона на войне, о бытовухе можно вообще забыть. Мол, не время в 21 веке газ в города и сёла проводить. Лучше эти деньги на помощь какой-нибудь ДНРы отправим. Дагестанцы отправили гуманитарную помощь жителям ЛНР, ДНР и Херсона. И смотришь ты на всё это и думаешь, ну вот как? Есть ли вообще предел показухи единороссов? Дагестан вообще ничего не зарабатывает. Деньги в основном заходят в регион в виде дотаций. Дагестан и Чечня оказались среди самых дотационных регионов РФ в 2021 году. Но вместо того, чтобы на эти дотации помочь своим бедолагам, они устраивают показушные гум-конвои на Донбасс или в Херсон. Боже, богачи вы наши! Кого вы хотите обмануть? Загуглите, как Херсон жил до вашего прихода. На фоне Махачкалы это как Монако. Там, представьте себе, газ и вода всегда были. Невиданная роскошь для жителей славного Дагестана. Воды у жителей поселка не бывает каждый год с весны до зимы. Поэтому вот уже 15 лет они пишут и звонят во все инстанции. Вода, которая к нам идет. Иногда бывает, что пахнет она мочой скотиной. Она воняет себя. Невозможно даже близко взять ее. Настолько она грязная вода. Республику сегодня сотрясает некий такой энергетический кризис. При этом он практически во всем. Водоснабжении, электроснабжении и газоснабжении. Проблемы эти накапливались десятилетиями. То есть страна, крупнейший мировой экспортер газа, грозит отключениями и холодной зимой то Украине, то Европе. Российского газа в Европе не будет. Медведев. Европа не продержится без российского газа и полугода. Как вы бы собираетесь там зимовать? Давайте, ребята, квитулируйте, и у вас будет хорошая теплая зима. А свои российские Ивани и Магомеды при этом зимой с сушеным навозом топят. И люди, одурманенные пропагандой, не видят в этом ничего такого. Да что там? Они даже готовы завалить навозом всю Европу. Видимо, чтоб те тоже не мерзли, а процветали, как Дагестан. Это самый древний вид топлива в горах. У них большие запасы, готовые для Европы. На следующий год. Так как у них с газом будет проблемно, то все готовы помочь Европе. Видимо, с денег от продажи навоза путинские бояре планируют ремонтировать дороги и школы в своей республике. Ведь в нефтегазовый смех державе дороги эти выглядят так, словно бомбежка НАТО закончилась несколько часов назад. Четыре тесных кабинета, сырость, трещины в стенах, отсутствие отопления и электричество. Это школа в селении Кванада. Но тут нету ни туалета, чтобы дети могли сходить. Нету помещений, где мы могли накормить детей в нормальных условиях. Обучение в три смены в опасных условиях. Огромные трещины в стене, сыплющаяся штукатурка и шаткий пол. Картина не для слабонервных. Не дай Аллах, что-то произойдет. И если этот центральный корпус сложится, во-первых, он сложится весь как карточный домик. Видели бы вот эти товарищи, какие школы разбомбила российская армия на Донбассе? В том же Мариуполе, Краматорске, Славянске? Может, и призадумались бы? Например, о том, стоит ли вам вообще участвовать в типа спасении украинцев. Не случайно эта военная операция называется спасение. Может, себя для начала спасете? А то за более чем 20 лет при Путине Дагестан известен по двум вещам. Во-первых, из-за Хабиба. А во-вторых, из-за гибнущего каждый день пушечного мяса. О мужестве и достойном воспитании бойца, погибшего на Украине, сегодня вспоминают и в селе Чох-Комуна. Смерть Гусейна Гасимова стала трагедией не только для родных, но и для всего села. Орденом мужества награжден посмертно житель Дербента, сержант Байрам Ибрагим Пашаев. Его жизнь оборвалась на Украине в городе Мариуполь. А ведь эти бородачи могли и дальше спокойно жить со своими семьями, обнимать детей, свою мать и зарабатывать, не выезжая из родного Дагестана. Но правда в том, что Путин строит русский мир где угодно, только не в самой России. Ему легче потратить миллиарды долларов ежемесячно, чтобы убивать людей где-то там, чем вложить эти деньги в своих людей, свои города, свои республики. Но лохов нет, ведь на прокачке своих пиара не сделаешь и в историю не войдешь. Поэтому, слышишь, Магомед, давай что ли в Украину езжай помирать? А если вдруг выживешь, то расскажешь в своем ауле без света и воды, какая же великая страна Россия. Но это вряд ли. Продолжение следует...